значит теперь в это пространство которое ты очень хорошо набрала ты возьмешь белизну желтоту ой розовизну немножко желтоты получится розоватый тепловатый цвет облака где-то вот здесь но начнешь их искать и тренировать укладку нет там где они находятся а чуть в безопасном месте для того чтобы сначала здесь освоиться ощупать а потом прийти на чистовую и положить культур мультур хорошо то есть здесь ты вот он только что ж на твоих водах взял вот он то есть дракончика укладываешь вытираешь тряпку вытираешь тряпку и потом то что ты уложила раздавливая и моделируя облака просто облачь не трудно даже представить вы прямо влились правда но сначала ты здесь тренируешься не только после того как ты почувствовала но получается пришла на это место и продолжила драконь дракончик драконник здесь а как облака ну дай покажу дай покажу значит опять же вот обращаю внимание что облака у нас сдвинуты сюда но мы их сознательно сейчас будем лепить здесь чтобы не чтобы растренироваться чтобы не совершить ошибки а потом здесь подтирать вытирать в общем будет лажа здесь а-ля дракончики укладываем с мастихина вот такое примерно количество краски зачерпнул вот небольшое и раздавливаю это как масло на хлеб все те же трюки вытираю раздавливаю распределяю если надо еще раздавливаю то есть у меня более выраженные макушки остаются и менее выраженные распределенные низушки еще можно до распределить низушки под этим инструментом ну ничего ничего это даже красиво по-своему единственное что здесь у нас более мутно поэтому создай теперь мутные то есть тренировка прошла успешно теперь возвращаешь то что здесь должно быть и уже делаешь на чистовую там то что удачно получилось а сюда возвращаешь вот такие облачащие как бы шторочка висящая чуть-чуть с розовиночкой да вот такой вот такой вот штриховательно со структуркой как бы по по нависшему то есть она как бы висит вот так вот вполне хороши вот единственное что можно усилить края их светлость чуть-чуть усилить и даже тепловато ну вернемся уже к ним потом а сейчас сделаем так в воде отражение будет вот таким как бы немножко грязноватый цвет всего что отразилось потому что у воды болотистый цвет во всяком случае в этой воды точно то есть совершишь висячий характер отраженности плюс вот этот тепловатый цвет накидаешь а потом возьмешь голубой желтый получится зелень плюс коричневизна получится болотистая суховатой вязкой краской не разжиженная суховатой вязкой загонишь сюда идею и множество зелень причем здесь эту зелень будешь нарочито поднимать лишь лежачим лежачим укладкой кистью к холсту будешь вот так вот поднимать камыши а там комковать комковать то есть достаточно густо комковато и потом к этому уже начнем пристраиваться мелким рисунком накидаю основных пятен потом 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 просто давай продвинемся чтобы у нас не было уныния на холсте дать вот эту вот отраженность плюс торчащесть этих самых и сейчас еще друзья и идею вот этих двух храмов которые или двух маковочек которые там различили одна вторая там еще вроде бы виднеются крыши крыши домиков где-то там крыши крыши как есть такое а когда ты положишь вот эту темноту положишь потом возьмешь и тоже ее отразишь как бы вот такие спуски сделаешь давай так так четко или это просто манера со вкусом сделана густота положим густота и то есть тогда можно что в смысле густота на дальнем плане и густота не, ну сейчас сюда подложим густоту и прорисовываем я тоже согласна но вы же говорите что нельзя поэтому делать почему нельзя можно на дальний план густоту мы небо делаем густым мы небо делаем густым потому что оно светлое пятно просто напряженность краски а густота это напряженность она в первую очередь должна быть на переднем плане а не на заднем сейчас пока есть перерез заднего плана но только потому что не хватает переднего но мы там с автором подразумеваем что мы сейчас положим густоту не пьющие вообще не пьющие не пьющие так что не надо сидеть а как этот мысик проигнорировала напрасно у нас не воин не пьющие как галитика я бы не не пропустил другое вы определили ли у меня в почте алкоголисты что я вам сказать я не знаю Это же Турция и отражает, понимаешь, поэтому зря ты ее так прямо отделила. Да не настоящий, у меня ребенок, у меня не то, что дочка, а даже сын, а вы мне сейчас, ладно, оставьте все, что у нас есть. Нет, вы говорите, посмотрите, у нее было засиняя, значит это у нее. Вот какие у нее синие. А вам почему его и в ее синие глаза вытащить? Да. Извините. Конечно, мне не приятно. Ну так. А вот это мы посмеемся. Хорошо расскажу, как определили ее алкоголизм. Мы здорово посмеемся. Чем больше что-либо заслоняет, тем больше эффект пространства. Это заслонило это, это заслонило то. Что заслонило? А вы это делаете пляшками и стихами? Не понял, я вас сегодня. Не понял, о каком именно моменте. Ну вот об этом. Плюс вот эти звуки на воде. Листики попадавшие. И тут очень важно еще отделить одно от другого уползающей змейки. У тебя была линия ровная, а здесь у местно уползающая змейка. Посмотри, у меня будет уползать змейка. Логично? То есть вот такой зигзаг. Ребро покромсал чуть-чуть. Здесь тоже вот эти звуки. Вот эти травы понавалились. 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 И к ним. Торчачий караж. И вместо. Все это можешь ощупать. Попробовать. Если что, сбрей. Ой. Избрей попробую. Все очень сгармонизировалось. Вкусно. Молодцы. А, и вот здесь, вдали, намек на колебание воды. Хорошо? Чуть-чуть. Заслоненности.